друзья всем большой привет меня зовут наталья я очень рада вас приветствовать на своем канале о вязании я решила поснимать влог давно влоги не снимала у меня два свободных дня и я хочу хорошо повязать буду продолжать вязать свои процессы и хочу начать новые то есть в течение двух дней буду вязать буду подключаться показывать свои продвижения что провязала что начала вот в таком формате раньше у меня такие влоги часто на канале выходили в принципе хорошо набирали просмотры я так понимаю что такие видео вам нравится видео такого формата поэтому решила поснимать если видео такого формата вам нравится ставьте пальчик вверх чтобы я понимала что такие видео на моем канале нужны и вам интересно их смотреть поэтому периодически буду такие выпускать в принципе у меня дачные дела подходят к завершению у нас пришли холода кое-что там осталось нам с мамой доделать на даче но это в теплые деньки а когда холодно сейчас я буду полностью посвящать свое время вязанию и так с чего сегодня хочу день начать у нас 9 часов утра сейчас я хочу начать продолжить точнее до съемку мастер-класса по детскому костюмчику здесь я уже связала первый рукавчик и мне нужно на камеру связать 2 смотрите какой классный рукав получился дизайн форма мне очень нравится как бы вот этот узорчик он немножко стягивает до полотной здесь такой фонарик образуется но и в этом месте немножко классный вообще рукав очень красиво на мой взгляд буду сейчас на камеру снимать 2 и вязать ну и постепенно тоже в течение дня буду начинать может быть новые процессы может быть завтра новые два дня буду снимать и вам периодически все показывать и так я пошла работать и чуть позже подключу так что здесь я чем занимаюсь девочки у нас сейчас уже обед 12 часов доходит я поснимала мастер-класс по детской кофточки все важное сняла и принялась за носочек обещала вам мастер-класс вот по такому носочку сейчас возьму пряжу в одном из наших влогов я показывала это alize extra 100 грамм 220 метров номер цвета 149 90 процентов акрила 9 шерсти тоже уже говорила мне очень нравится это пряжа хоть здесь и синтетики много но она совершенно вот не кажется что здесь есть синтетика очень мягкая приятная похоже либо на полушерсть либо хлопок с полушерстью никакой скрипучести не знаю мне очень нравится это пряжа я решила у меня просто остатки решила навязать носочков ну чтобы куда-то ее израсходовать первый носочек у меня уже готов и сейчас буквально вот после детской кофточки начала вязать второй снимать на камеру для вас мастер-класс уже все основное отсняла пяточку все 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 показала теперь мне нужно будет вязать по прямой за кадром за камерой вот это место да просто по кругу этим я займусь сегодня вечером наверное перед сном буду вязать а уже завтра просто покажу на камеру как закрыть мысок и скоро мастер-класс будет на канале носочки эти себе планировала дома носить вот сейчас допустим у нас холодно я в следочках хожу ну вот чтобы были какие-нибудь еще носочки не обязательно чтобы они были именно из носочной пряжи это для меня не столь важно а но у меня дочери старшая когда увидела ноги мама эти носочки будут мне в общежитии вечерами сидеть там на кровати до заниматься в ноутбуке чтобы ноги были в тепле ну как правило в общежитиях прохладно тем более у нас сибири поэтому носочки нужны будут она год мне хотя бы парочку каких-то нужно будет там находиться но вот одни будут ей у нас размер одинаковые я вижу на тридцать семь с половиной примерно эти носочки и я ей их отдам пусть она у нее ножки будут в тепле до в общежитии ну вот довяжу второй и нужно будет потом на сменку еще и какие-нибудь связать ну посмотрю на сменку наверное свяжу уже чтобы было хотя бы пятьдесят процентов шерсти в составе совсем на холода чтобы было тепло может быть в какие-то какую-то обувь на улицу пододеть сходить там до магазина может быть даже на учебу если будет совсем холодно нужно будет посмотреть у меня была какая-то носочная пряжа сейчас точно уже не помню поищу именно носочный состав там хороший и она тоненькая это потолще то есть вот такой носочек и допустим в зимний сапог сложновато будет одеть мне кажется будет туговато ноге некомфортно а нужно потоньше будет связать чтобы были теплые но тоненькие в общем вот такие вот у меня задумки ладно этот процесс откладываю хорошо сейчас потрудилась все отсняла для вас буду вечером довязывать что сейчас у меня по планам время обед пойду приготовлю кушать пообедаю и займусь так чем я хотела сегодня еще позаниматься скорее всего свяжу образец для нового процесса но чуть позже вам все конечно же покажу я снова подключилась обед прошел и я теперь планирую начать новый процесс что я придумала смотрите какая красота у меня здесь в коробке вот 6 бобинок а я вязала с этой пряжи себе кардиган и у меня осталось довольно прилично пряжи так давайте сейчас расскажу что это за пряжа так это у нас 50 процентов шерсть 25 хлопок и 25 полиакрил 100 грамм 1400 метров вот такая филидия артикул ламп скотт это первая и вторая пряжа тоненькая вот такая беленькая больше молочный наверное цвет это у нас 20 процентов меринос 80 вискоза граммах 2400 метров ну и вот так вот называется надеюсь вы видите значит что я хочу я хочу скомбинировать опять же как и кардиган вязала скомбинирую и хочу связать маме платок либо бактус либо палантин в подарок сейчас на осень цвет серенький как раз вот он подойдет с белым оттенком вот с белым если сочетание будет более такой выраженный меланж получится и подойдет в принципе под любую куртку я думаю хочу связать ей подарочек утеплить ей шею я ей уже дарила как-то платок вязала платочной вязкой просто обычный платок она на года два носила и хочу обновить и что у меня здесь есть девочки у меня есть образец вот такой образец у меня есть связанный очень приятная тактильно получается полотно после вот и он здесь я вязала в 6 сложений ну вот не знаю смотрю сейчас возможно я возьму пять ниточек вязала на пятерке так на пятерке вязала вот этот верх сверху на пятерочке да здесь по моему четыре с половиной я вязала хочу связать чуть потоньше немножко чтобы она носила под куртку и шеи тепло было не поверх а именно вот под куртку вокруг шеи обматывала и чтобы было все тепло наверное в пять сложений сделаю чтобы ну не такой он плотненький толстенький да получился я думаю мне хватит пряжи в принципе возьму два беленьких и три серых меланжа серого мне точно хватит если что у меня будет еще вот такой моток белого и еще есть один тоже белый не взяла сейчас но там чуть побольше еще даже остаток поэтому пряжи должно хватить единственное сейчас у меня размышление что лучше связать не знаю либо снова вязать платок как я себе вязала показывала вам его уже в готовом виде может быть по этому же принципу буду вязать единственное простой хочу узор без всяких там заморочек просто вот обычный простой такой платок связать там возможно какие-нибудь дорожки просто пустить либо связать широкий палантин но вот насчет палантина не знаю как лучше сделать сижу и думаю уже наверное час я думаю и не могу придумать что я хочу сейчас наверное я пойду в пинтерест посмотрю какие-нибудь модельки возможно мне что-то понравится и под себя просто я сделаю что-нибудь поменяю и придумаю конечно же буду вам все показывать что у меня будет получаться ну хочу вот такой мягенький платок ей платок видите сказала платок значит наверное будет платок очень приятное тактильно будет полотно к шее это абсолютно не колючая пряжа вот даже намека нет никакого настолько мягенькая мягкая приятная я думаю что маме очень понравится единственное нужно сделать правильный дизайн и толщину правильную сделать чтобы не сильно толстый не сильно тонкий получился но буду сегодня думать конечно же потом продвижение вам свои покажу то что надумала и что начну вязать пошла сейчас я в пинтерест за идеями и подключусь потом покажу вам свои продвижения друзья у нас уже вечер 9 часов буду заканчивать сегодня съемку буду подключаться завтра еще я довязала второй рукавчик все у меня здесь все готово вообще смотрите красота какая очень нравится рукава какие получились вообще кофточка будет интересная так здесь мне осталось еще связать капюшон к этой модели нужно будет подумать тоже где-нибудь вот этот узорчик может быть по краю капюшона как раз он немножко край стянет чтобы по личику хорошо было а сам капюшон будет более свободный ну вот что-нибудь такое планирую сделать так что касается маминого платка я здесь вот как раз сейчас сижу посмотрела пинтерест еще раз понравилась вот такая моделька вроде простая да но в то же время интересная по одной стороне идет лицевая гладь по другой стороне сеточка такая вот не знаю как с той пряжей это будет смотреться но хотя если тоненький буду вязать может быть и неплохо так сейчас мышку возьму понравилась еще одна моделька покажу вам вот такая здесь он идет лицевой гладью с дорожками просто изнаночными да по-моему изнаночными плохо вижу так и по низу идет узор узор можно любой в принципе выбрать но вот этот большой платок я хочу его меньше размером вязать чтобы ей под кортку носить в общем буду сегодня думать и завтра начну вязать буду показывать вам дальше продвижение все на сегодня всем пока пока и до завтра всем привет у нас уже следующий день точнее сейчас обед до обеда не смогла ничего снимать у меня сегодня у дочи у старшей с утра были лекции онлайн две пары сейчас она поехала в город и я приступаю к съемкам но я с утра смогла смонтировать видео и начала новый процесс как вам вчера и показывала что буду начинать вязать платок для мамы все таки я выбрала платок не палантин сейчас ставлю фотографию примерно как он будет выглядеть мне кажется для ее возраста такой самый подходящий вариант просто лицевая гладь с изнаночными дорожками и по низу будет идти ажур украсит платок девочки начала вязать вот я сколько провязала успела так здесь я все таки что придумала я буду вязать из четырех ниточек три у меня серенький меланж который вам показывала и одну беленькую я взяла не две а одну в четыре нити в четыре сложения на спицах номер четыре вяжу мне нравится в принципе так спицы стучат нравится в принципе что получается сейчас кажется это все такое дырчатое но после того как изделие будет постирана пряжа распушится и полотно станет таким равномерным все петли разгладиться и будет совсем другой эффект я вам образец показывала вчера вот у меня постиранный образец и он совершенно по-другому смотрится ну вообще красота мягенький приятный вот такой будет платок для мамы по толщине тоже мне нравится свяжу наверное как я себе платок вязала примерно такого же размера по центральной линии будет примерно пятьдесят восемь сантиметров он идти и тогда она сможет запросто вокруг шеи оборачивать чтобы здесь вот у нее спереди еще концы свисали и все будет хорошо нравится вяжу по принципу своего платка скорее всего мастер-класс уже на канале вышел по нему если что я вам ссылочку в правом верхнем углу оставлю можете пройти посмотреть я вязала себе из остатков пряжи из полухлопка там использовала три оттеночка по тому же принципу вяжу то есть вот отсюда начала вязать и расширение пошло буду теперь просто чередовать лицевые вот эти вот как бы вставочки и разграничивать платочная вот эта у меня вязка идет то есть две дорожки изнаночные между ними лицевая дорожечка вот так по центру я делаю лицевая петля и без накидов но это тоже кажется сейчас так дырчато потом это будет смотреться более таким равномерным полотном после того как постираю платок возможно даже дважды его постираю это все-таки бобинная пряжа она очень хорошо раскрывается после поэтому эффект будет конечно совсем другой в итоге цвет мне очень нравится он такой базовый подойдет хоть к чему к любой куртке к любой ветровке у мамы поэтому все хорошо все замечательно я долго думала с какой пряжи есть вязать платок сделать подарок и вот придумала придумала и мне все нравится вот такой новый процесс буду дальше вязать сейчас мне нужно бежать на почту мне пришла посылка с интернет-магазина с пряжей пришло много пряжи интересной на новые процессы будем с вами все смотреть начинать вязать сбегаю сейчас заберу посылку приду и буду заниматься носочками своими нужны сегодня точнее не мои а для дочи они теперь уже предназначены нужно будет сегодня довязать и доснимать по планам ну а там дальше посмотрим по времени что еще успею все вам буду показывать сбегала я девочки на почту пришла мне посылка с пряжей большая посылка много пряжи тут только вот часть видна там еще прилично в ближайшие дни сделаю обзор и будем смотреть много интересных процессов я запланировала вязать в общем ждите скоро будет такое видео на канале ну что дорогие мои у нас уже практически вечер пять часов сегодня у меня очень суматошный день получился и съемки и бегала в несколько мест нужно было по делам и в общем все-все в кучу но я все-таки успела довязать второй носочек и доснимать полностью мастер-класс теперь нужно будет их постирать и отфотографировать на дочи и можно будет мастер-класс выпускать вот отлично поработала что еще я успела еще один мастер-класс смонтировала у меня сейчас уже для вас получается будет три мастер-класса постепенно выходить на канал это очень здорово ну и параллельно процессы буду вязать еще поступил запрос от мужа посмотрел что вяжу дочи носочки мне тоже надо носки срочно ну в общем буду теперь искать пряжу буду вязать для мужа носочки вот такие дела но обо всем об этом будем уже говорить в следующем видео как раз мне пришла пряжа возможно уже начну еще новые процессы там кстати одна пряжа для дочи жилетку она попросила и вот наверное я начну ей на учебу жилетку вязать ну и скорее всего будет тоже мастер-класс на сегодня буду заканчивать огромное спасибо что вы были со мной посмотрели послушали подписывайтесь на канал ставьте лайки всем до новых встреч пока пока